добрый день уважаемые подписчики я сегодня открываю новую рубрику видео которая называется приманки пенсионеры и данная первая часть посвящена воблерам где будет рассказано о воблерах пенсионерах которые каким-то причинам перестали мной использоваться но я разделил как бы на три класса первый тип это те приманки те воблеры которые не работали вообще но ушли на пенсию второй класс приманок это те которые ушли на пенсию ну можно так выразиться по состоянию здоровья но которые уже не могут выполнять свою функцию или не выполняет по какой-то причине и третья группа это пенсионеры по выслуге лет ушли на пенсию они еще могут работать но не работают наверное потому что не хотят или я не хочу это итак мы приступим приступаем к первому разделу это пенсионеры которые по выслуге лет и были по какой-то причине то есть проще говоря это те воблеры которые не работали на которые не работали никогда к таким вот относится вот эта приманка это у него была вот здесь вторая часть он никак я не мог его подобрать к нему проводку и до тех пор пока он не попал корягу и не отломался пополам я повесил на него вот эту штуку тоже пробовал но ничего не вышло он так и никогда не ранее не работал как у кто его производит я не знаю на нем ничего на китайский и второй воблер который он даже с поводком остался который будучи практически новым сразу вышел на пенсию это известный многим бета-шет 75 спср многие его очень таки расхваливают что он просит рыбу но у меня он с при первой же рыбалки набрался водой я буду это вытряхивал вы как-то к пытался ее потом когда уже там ее мало осталось я ее поместил в стакан с рисом кстати берите на вооружение рис вытянул всю воду я заклеил эти все отверстия вокруг за петель вокруг глаз клеем но он так и не работал пить воду продолжал и я замучился с ним и отложил его вот эту пенсионерскую коробку то есть вот это вот воблера которые не работали никогда далее второе вторая группа пенсионеров это те которые но работали и дальше продолжать работать не могут первое из них вот такой замечательными но что он вытворял и было это так давно что я собственно и не знаю кто его выпускал написано вот сок мин 95 с.у. ну 95 я только одно понял что это наверное размер вот этот воблер неизвестного происхождения ведь раньше как покупали в магазинах там что увидим 90-е годы там увидим понравится внешне все берем и начинаем но он особенно на мелководьях он просто выкашивался щуку я мог наловить сколько хотел он показался суспендером я еще не знал что это такое то есть он зависал толще воды вот таком положении и вообще никуда не двигался много покачивался даже и в этот момент его атаковали щуки невероятное количество рыб я на него поймал и ловил я тогда без поводка и он не был откушен не знаю уж почему больше за задней как-то крючок но знаете матовый там от чистый мотальгер да такое ощущение что он шумящий такое ощущение что он там очень плотный какой-то такой как как будто он из дерева но он судя по всему из пластика хотя утверждать тут когда прошло столько времени ничего не не получается значит вот такой воблер вдруг перестал ловить после десятка лет успешной работы все то ли рыба кончилась хотя нет то ли он стал другим но он резко и почему-то перестал ловить и все и он у меня отправился в коробку заслуженных ветеранов пенсионеров ветеранов щучьей войны следующая приманка опер был мне подарен братом за тоже за профнепригодность я на него повесил вот эту силиконовую юбку и он поработал таки по щуке но потом стал не актуален поскольку летит плохо практически не привлекает рыбу рыбы стало меньше он перестал ловить и отправился заслуженным пенсионерам следующие вот эти очень интересные воблеры один одинаковые эти воблеры вытворяли 90-х годах что это было я не знаю мы тогда ловили ну уже были стеклопластиковые спиннинги монофильная леска обычно 0.35-03 вот и зачастую на невскую катушку но у меня уже тогда была безинтернационная блесна в основном шли вход и иногда вот резина появились уже релаксы появился этот шейкер ланкин сити кончуловисты но и воблеры тоже вот так сказать у меня появился знакомый товарищ скажем так в рыболовном магазине знакомый продавец это воблеров было мало и я у него дай пожалуйста слава и он мне давал из-под полы по блату какие-то воблера и утверждая что они проверены что они ловят и так далее ну вот я взял их сначала один потом второй флейден больше ничего никаких и этот тоже опознавательных знаков у меня такое ощущение что это либо айка либо халка но опять же утверждать ничего не могу он знаю что он деревянный бальцевый что творил он со щуками вот по периоды полного бесклевья поздней весной и летом я просто накашивал щуки этими воблерами но у них оказался один недостаток при всех достоинствах морские острые до сих пор это родные тройники фурнитура вся мощная ничего с ними вот кусали их перекусали ничего не могли разгрызть это вот на 5 с плюсом исполнения но одна деталь была один небольшой минус у них отломалась у одного и второго лопатка я как мог в то время лопатки заменил на свои вклеил их но после этих манипуляций ловить они перестали более того плавает один на боку на общем все это заслуженные пожалуй одних самых заслуженных моих пенсионеров положил коробку для заслуженных ветеранов рыбной войны таким же относится и вот этот воблер вот он этот мне кажется если хорошо подналечь он будет и сейчас ловить и сколько он рыбы поймал одному богу известно я не знаю кто его выпускал я увидел в магазине попросил купил и пошел ловить ничего на нем не написано кто его выпускал кто его делал но такой смотрится сейчас смотрю и глаза такие все исполнение качественное но кто выполнен но он тоже косил крупную рыбу размер тут 110 я так понимаю и вот он в таком же виде не вредимым и остался но ловить перестал с чем это связано наверное с тем что объекта охоты стало меньше и он тоже отправился коробку пенсионеров вот этот красавчик наверное в версии мр или даже д.р. такой да крэнк минау больше минау на поинтерах похож тут уже вон и шарики вон она видна система дальнего заброса которая сейчас уже не работает шумящий но тем более современный воблер слэдге 85 не знаю ни марки не фирмы а тогда на это вообще не обращал внимание кто его сделал но он ловил хорошо особенно весной его удавалось загнать глубоко и учеркал он лопаткой по дну спровоцировал таксом способом на поклевку я его ставил когда воблеры когда резина переставала ловить когда переставали ловить блюкс на вот я его стал и добивался поклевок потом он также резко перестал воды перестал ловить по какой причине опять же не знаю выбрасывать его не стал вот он запас коробки запасных этот но тут это хардкор юзуревский сурфаке только сейчас я узнал как он называется я всегда его просто звал как хардкором вот это новый и он тоже тоже у нас не ловит ну может я не сильно в него упирался дело в том что я на примере его хочу рассказать просто точно про такой же был более такой коричневый темно-коричневой окраски поверхностный полностью воблер я его купил опять же так случайно и отправился на рыбалку у меня к тому времени уже был спиннинг карбоновый такой от фирмы герман как что дальше называется не знаю но помню тест у него 240 он даже 244 длиной и значит у него было тест 45 до 45 грамм ну то есть дубиночка такая мощная для но мне он казался как как пушинка по сравнению с тем что раньше я ловил и вот им я каким-то образом подобрал к нему проводку удилище круто вверх почти в небо два рывка пауза